В Уфе завершился традиционный зимний фестиваль подводной охоты. Праздник собрал около сотни фанатов этого экстремального вида спорта из Башкирии и Татарстана. Победил тот, кто за ограниченное время поймал больше всего рыбы. Репортаж Алексея Агрова. Всем удачи! Ни хвоста, ни чешуи, да? На то, чтобы добыть трофеи подводным охотникам даётся несколько часов. Часть маршрута проходит подо льдом, но в месте старта река Уфимка из-за сильного течения не замерзает даже в лютые морозы. Представьте, да, вода плюс 3 градуса, вы находитесь в воде 3-4 часа, ныряете при этом на глубины до 8-9 метров. Но одни из первых соревнований мы проводили здесь же, на Павловке, при температуре минус 32 градуса. У каждого подводного охотника своя собственная тактика и стратегия. Одни просто идут по фарватеру, другие ищут рыбу на дне под каждой корягой или камнем. Долго искали рыбу-то? Вообще трудовая. Тактика одна и та же. Поактивнее плавать. Амплитуду побольше взять. Точно 1,2 кг. 1,2 кг. 1,2 кг. Несмотря на то, что визуально гладь реки кажется спокойной, на глубине здесь кипят нешуточные страсти. В общей сложности несколько десятков подводных охотников ищут свою добычу. Для того, чтобы добраться до этого места, им пришлось преодолеть 6 километров. По словам самих подводных охотников, многое в их деле зависит от точности выстрела и везения. Кроме того, часто рыбу приходится преследовать. Победитель соревнований говорит, что выиграл в первую очередь благодаря скорости. А я всех обогнал. Я его увижу спереди, а в Ганию пройду, пройду, поврёл. Ну вся рыба в брёвнах. Искал щуку в траве, ничего не нашёл. После нескольких часов, проведённых в ледяной воде, участников соревнований ждут болельщики, горячая еда и чай. Среди добытых трофеев щуки, судаки, укуни и другая рыба в погоне, за которой подводным охотникам приходится преодолевать холодную воду, мороз, сильный ветер и иногда даже браконьерские сети. Алексей Агров, Сергей Шелепин из Емфирабзалов. Вести. Башкирия.